Один час. Выступление Кристины займет около 40 минут, и еще 20 минут у нас будет на сессию вопросов и ответов. Параллельно у нас трансляция идет в Фейсбуке, поэтому вопросы можно писать сюда в чате или в комментариях к видеотрансляции на странице Медиа-школа Кабарасия. Все вопросы я соберу и озвучу их после выступления Кристины. Пожалуйста, у кого включены микрофоны, пожалуйста, включите их, чтобы не мешать другим участникам. Вроде я все впадала. Кристина, вам слово. Всем привет. Сейчас я включу свою презентацию, но сначала хочется сказать пару слов, что моя лекция сегодня называется «Продвижение подкаста через социальные сети, онлайн-эвэта и так далее». И мы сконцентрируемся сегодня на так далее, потому что будет не так много про онлайн-эвенты, не так много про социальные сети, но это вы можете спросить в блоке про вопросы, все, что вам интересно. Мы сфокусируемся немножко на других вещах, но при этом, которые, мне кажется, гораздо более важными для того, чтобы продвижение вашего подкаста случилось и случилось успешно. Давайте я сейчас открою свою презентацию, которую я бережно сделала, и мы с вами начнем. Всем видно все. Поднимите пальцы, пожалуйста, вверх, если вы видите этот замечательный шиолетовый экран. Супер. Итак, меня уже Наталья дружественно представила, но все, меня зовут Кристина, я сделала студию подкастов «Толк», и на самом деле это студия довольно большая штука, где мы делаем подкасты под ключ для брендов, где мы выпускаем свои подкасты, у нас есть лейбл, на который мы подписываем другие подкасты и помогаем им развиваться и продавать рекламу, у нас есть сервис по монтажу подкастов, у нас есть подкастерское образование, и это все студия «Толк», и это я и моя команда. Плюс я сама, как Наташа сказала, веду некоторое количество своих подкастов. Вообще, какие бывают способы продвижения подкаста? Они делятся широкими мазками на два вида. Первый — это те способы, которые применимы только в подкастах. Например, это фичеринг через приложение или кросс-прома с другими подкастами. И есть способы продвижения, которые можно и нужно применить в подкастах, но при этом это такие штуки, которые работают вообще везде. Например, это какие-то партнерства со СМИ, это таргетинговая реклама, это продвижение через социальные сети, через блогеров, через комьюнити, образование своей воли, взаимодействие с чужими, это, например, даже наружная реклама. У нас есть твист, как у подкастеров. Где-то у нас есть преимущества. Например, для многих СМИ и для блогеров подкасты все еще — это такая новая штука, поэтому про нее с гораздо большей вероятностью напишут, чем, например, про то, что кто-то запустил новую страничку в Инстаграме или Ютуб-канал. Но по-многому нам продвигаться сложнее, потому что много людей до сих пор не знают, что такое подкасты. И если даже знают, они, например, их не слушают и не очень понимают, где слушать. И поскольку, как у нас у Ютуба, нет какого-то одного приложения для видео, которое у всех есть, и есть вместо этого типа 20 разных приложений, и где-то что-то работает, где-то что-то не работает, в общем, вот этот вот клиентский путь, он довольно сложный, поэтому у нас здесь есть с вами некоторые проблемки. Например, когда мы запускаем таргет или наружку, обычно это работает хуже, чем для многих других продуктов. Когда мы выбираем, как продвигать подкаст, куда нам приземляться, что нам делать? Вообще, в зависимости от вашего подкаста, от вашего формата, от вашей темы, от рынка, от выбранного канала, эффективность будет очень разная. И здесь нет какой-то волшебной таблетки, что я вам, например, скажу, типа там, Маша, Катя, Петя, Эльдар, давайте вот делайте это, это и это, и все делайте одинаково, и будет вам успех. Нет, нужно пробовать разное, нужно замерять эффективность и смотреть, что работает, что не работает. Но есть одна штука, хотя нет одной позитивной волшебной таблетки, есть антиволшебная таблетка, которая убьет любую компанию по продвижению, вообще любую. У нас еще есть какие-то вопросы в чате, но я не могу их посмотреть, поэтому, если что, вы мне говорите. И это отсутствие экосистемы у подкаста. Что вообще такое экосистема? Сейчас я скажу несколько слов, которые не будут понятны, но потом я это разобью. Экосистема — это фит, то есть фит — это профиль вашего подкаста, там, где лежит обложка, описание и сами выпуски. Это и социальные сети. И в идеальном мире это выглядит так. Вы вкладываетесь в продвижение, вы подаетесь на фичеры, либо закупаете танго, делаете партнерку с блогерами, а вас пишет какое-то СМИ, это вот символизирует эту белую стрелочку. То есть вы как-то активируете аудиторию для того, чтобы она соприкоснулась с вашим подкастом. В идеальном мире слушатель видит ваш подкаст, например, в приложении, он кликает на него, читает описание, включает выпуск, слушает минуту, слушает 10, дослушивает выпуск до конца, подписывается на подкаст, подписывается на соцсети подкаста, там он видит анонсы новых выпусков или еще что-то и переходит снова на подкаст, кликает, не знаю, слушает, слушает еще один выпуск и так далее. Как это выглядит чаще всего? Вы вкладываете некоторые ресурсы в продвижение подкаста, слушатель видит ваш подкаст, не кликает, не переходит, не слушает или где-то отваливается по дороге, мы сейчас это будем говорить, идет в клабхаус, слушает ютуб, не знаю, играть в настолки и так далее. Соответственно, все эти ресурсы, которые мы вложили в продвижение, они размываются и исчезают никуда. И помимо этого есть еще такой супер негативный твист. Привлечь слушателя, послушать или как-то взаимодействовать с вашим продуктом, которым ему уже один раз не понравился, стоит гораздо дороже, когда я говорю дороже, в широком смысле и с точки зрения приложения времени и с точки зрения прямых денег, чем если слушатель соприкасается с этим продуктом в первый раз. Поэтому мой вам суперогромный совет, прежде чем, как вкладывать усилия в продвижение, сначала настройте экосистему подкаста. И сейчас мы будем разбираться, как, собственно, это сделать. Как настроить экосистему, чтобы сделать эффективные компании продвижения? Во-первых, все начинается с названия. В общем, сейчас, сори, здесь огромный чек-лист, но я его разберу. Название должно давать понять, о чем ваш подкаст. Название должно быть уникальным и не вызывать ассоциации с другим подкастом. В названии не должно быть под слово «подкаст» или слово «каст». В названии должно соответствовать принципу «как слышится, так и пишется». Там не должно быть странных знаков припинания. Оно должно быть написано на том языке, который вы используете в подкастах. Оно не должно предполагать включение раскладки клавиатуры, и оно не должно представлять собой облако тегов. Сейчас будут примеры, да, и в названии не должно быть буквы «ё». И это супердлинный лист, и вы такие, ну, блин, название, ну, типа, понятно, что важно, но вот у меня как бы, ну, как это взаимодействует с продвижением? На самом деле, вот все эти пункты, которые я буду сейчас перечислять, если у вас что-то не в порядке, на каждом будет отваливаться какой-то кусок аудитории. Например, вы прорекламировали подкаст, например, сделали кросспробу в другом подкасте, и какой-нибудь ваш дружеский подкастер произнес «В подкасте, там, абракадабра, беремережерек, это йошка ката», да, какое-то вот абсолютное или там какое-то суперсложное название на английском, да, слушайте очень классный подкаст». И человек такой, блин, хочу послушать, так, и начинает искать в поисковике, в подкаст-приложении, не находит раз, не находит два, идет в клабхаус. Вы можете сказать, ну, можно оставить ссылку в описании. Например, на Яндекс.Музыке до сих пор не поддерживают ссылку в описании, да, то есть это должно быть что-то такое, что легко произнести, легко запомнить, легко рассказать друзьям, можно правильно написать и так далее, иначе аудитория отваливается, да. Примеры, некоторые примеры удачных названий. Это разве секс, сядь по дыши, искусство для пацанчиков, эмоциональный интеллигент, жуть, заварили бизнес. Это те названия, которые запоминаются, их довольно сложно переврать. Вот некоторые примеры неудачных названий. Представьте, что вы слышите их где-то на слух. 24 фпс подкаста видео, личная эффективность, планирование привычки, продуктивность, UWP, еженедельный подкаст Умпутун, русское все и ЧКГ подкаст. Если у вас подкаст называется как-то, какой-то вариацией с правой колонки, я вам советую переосмыслить название, иначе все продвижение, которое вы будете делать, будет не то чтобы суперэффективным. Идем дальше. Еще один супер важный пункт – это обложка вашего подкаста. Именно здесь вы можете, не знаю, заскриннить тоже этот чек-лист, если хотите. Давайте я расскажу своими словами, почему обложка – это важно. Например, вы получили фичер в предложении, да, в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, в Показбоксе, где угодно. И это значит, что, я вас поздравляю, вы моментально, скорее всего, получите довольно большой приток аудитории. Но есть один твист. Если обложка не понравится слушателям, скорее всего, они даже не будут на нее кликать и даже не будут включать подкаст. Поэтому обложка, сори за сейчас очевидные вещи, это супер важно для продвижения. Да, и я просто знаю довольно много, и причем нужно помнить, что обложка, она не существует сама по себе, она существует в комплексе с другими подкастами. И только какой-то супер сумасшедший фанат будет кликать на все и слушать на все, скорее всего, когда у вас происходит обновление фичера, вы там один или два подкаста новых кликните, послушайте, и то, дай боже. Поэтому вы должны выиграть вот это вот конкурентное преимущество с другими подкастами. Вот какое-то безумное количество удачных и неудачных примеров в разных категориях. Вы можете тоже на них посмотреть, но общее правило такое. На обложке должно быть название, и только название. Оно должно быть написано крупно и хорошо читаться в супермаленьком размере. Обложка должна передавать, о чем этот подкаст. Не обязательно должно быть как что-то невероятно иллюстративное, но это не должно сводить с толку. Это должно быть что-то эстетичное. И на самом деле эта вот история про красивое, некрасивое, модное, немодное — это очень субъективная штука, которую сложно описать. Но это, правда, должно выглядеть хорошо, поэтому если вы сомневаетесь в своем каком-то визуальном вкусе, посоветуйтесь с друзьями, авторитетом в визуальной области, потому что это, правда, супер важная инвестиция. И хорошая обложка привлечет вам довольно много трафика, а плохая — этот трафик весь убьет. Дальше у нас есть графа, про которую вообще все забывают. Это графа автора. Автор — это то, что появляется, например, в Apple подкастах большинства приложений прямо под названием. Например, там подкаст — это провал, автор — Кристина Вазовски. И здесь я должна была поговорить про SEO подкастов. Подкасты, подкаст-приложения, к сожалению, в отличие от Google или других поисковиков, они не такие умные и не такие продвинутые. Поэтому если человек пишет название неправильно или еще что-то он пишет неправильно, подкаст-приложение не будет включать автозамену и исправлять это за него. И если вы вводите ключевые слова или делаете что-то с описанием, тоже там не будет никаких исправлений. Поэтому все должно быть точно. У нас есть всего несколько позиций, строчек, тегов, по которым поисковик ищет ваш подкаст. Первое — это, собственно, название. Второе — это графа автор. И третье — это название выпуска. Поэтому очень важно всеми этими тремя строчками пользоваться внимательно. Соответственно, с названием мы уже определились. Что мы делаем с автором? Во-первых, в авторе мы пишем ваши имена как ведущих или компании, если это какой-то корпоративный подкаст. Ведущие подкасты должны быть написаны так, как они будут искаться. То есть это не Наташенко или Машенко, а Маша Кравцова, условно. Кристина Вазовская, не просто Крис. Или это может быть какая-то односложная штука, но если я в миру, известно именно так. Например, там, не знаю, Мари Новосад. Окей. Название должно быть обязательно написано на английском. Точнее, сори. Название должно быть обязательно написано на русском, без как раз вот этой всей латиницы и всех вот этих вот странных штук. Потому что это будет именно та графа, по которой нас будут искать. Еще название в авто, в графе автор не должно повторяться название подкаста. Например, вот здесь мы видим молодые и глупые, молодые и глупые. Хорошее название, но в графе автор это не нужно, потому что это убивает поисковой запрос, вот эту вот строчку. Например, хотели как лучше, графа автор, Родомский и Шестопалова, это невозможно будет написать и правильно найти. Вся правда об экологии, Светлана Вашкова, тоже никто не будет Светлану Вашкову писать латиницей. Вот. Поэтому обратите, пожалуйста, на это внимание и пойдите поменяйте прямо сейчас, если у вас там что-то не то. Соответственно, это провал Кристины Вазовски. Молодые и глупые, здесь нужно написать их имена. Хотели как лучше тоже написать их имена через запятую, если это несколько авторов по-русски. Либо если у вас подкаст на английском, либо если у вас подкаст на каком-то другом языке, соответственно, пишем это все на языке Вашего подкаста. Какие еще есть пункты, о которых стоит подумать? Это описание подкаста, название и описание выпусков. Описание подкаста. Оно должно... Вообще, что это такое, где это находится? Это то, что мы пишем в хостинге, и оно находится в подкаст-приложениях прямо под названием Вашего подкаста. Оно должно быть коротким. Оно должно за одно предложение давать понять, о чем Ваш подкаст. Вы должны там поделиться своими контактными данными, там, ником, селеграме, инстаграме или почтой. Вы должны представиться и рассказать о своей экспертности, но суперкоротко. Короче, если суперупрощать, то замотивировать слушателя потенциального за один абзац включить Ваш выпуск. Дальше, что должно быть в названии выпуска? Названия выпуска должны строиться по одному и тому же принципу, потому что одна из главных ошибок начинающих — это то, что мы, например, называем сначала односложно, потом у нас появляется гость, и мы там называем одним образом, потом другим, пятым, десятым. Соответственно, когда слушатель в первый раз видит вот этот вот самый фит, он вообще не может понять, что происходит, какой мне выпуск слушать, о чем это вообще, зачем это надо и так далее. Соответственно, это должно быть все сжато, коротко, понятно по одной схеме, иначе люди в этой экосистеме вывалятся и не включат. И в описании выпуска тоже должно быть все четко, понятно по одной схеме, там должны быть ссылки, ссылки должны быть продублированы и собачкой, и самой кликабельной ссылки, плюс мы самое важное контентно выводим в начало всегда. То есть мы не начинаем описание выпуска со слов в 89-м выпуске подкаста, мы поговорили, потому что превьюшечка сразу обрежется. То есть начинаем всегда с кликбейта и самого важного. Не знаю, секс, наркотики, рок-н-ролл. В 89-м выпуске подкаста мы поговорили об этом. И последний пункт про экосистему. Сори, я супергалопом по Европам, но просто эта вообще лекция занимает тип 4 часа, если ее читать суперподробно. Поэтому мы с вами супер-супер быстренько, и вы сможете уточнить у меня все на части про вопросы-ответы. Итак, и последняя штука — это первая минута подкаста. Допустим, у вас классное название, вы привлекли трафик, у вас модная обложка, хорошо написан автор, что вас можно найти, у вас такое завлекательное описание подкастов. Название выпусков тоже выглядит классно и понятно, и я такая, господи, я так хочу это включить. Первая минута. Это супер важно. Вот человек включил ваш подкаст, он его слушает. И часто ты слушаешь минуту этого подкаста, а мы проводили внутренние опросы, и в целом типа 80% людей выключают через одну минуту, если им неинтересно или непонятно что. И обычно неинтересно и непонятно. Есть какие-то междоусобные разговорчики с гостями, какие-то новости подкаста про то, что кто куда туалетную бумагу кому отправил, какие-то шутки, которые понятны только тем, которые послушали уже 54 выпуска, какие-то названия и имена, которые тоже никому не знакомы. Соответственно, человек слушает, ничего не понимает, слушает 30 секунд, слушает минуту, выключает. Соответственно, нам нужно за эту первую минуту сделать так, чтобы было понятно, а о чем этот подкаст, зачем мне его слушать и кто вы вообще такой. Чем, короче, это будет сформулировано, тем лучше и тем больше вероятность, что человек останется с вами дольше минуты и не отключится, как бы в... Ну, короче, не потонет. И если здесь все сработало, то тогда человек дослушивает выпуск до конца. Скорее всего, он подписывается на подкаст, и если вы все сделали правильно, он потом подписывается на ваши социальные сети. И мы, соответственно, завыкаем вот этот вот кружочек эко-системы. Зачем вообще подкасту... Это вот такой... Господи, я, как всегда, протараторилась на 20 минут, но зачем вообще подкасту социальной сети? Это возможность доносить актуальные инфоповоды. Например, переходя к части ивенты, вы устроили мероприятие, решили вот на следующей неделе сделать какую-то классную, не знаю, встречу с фанатами. А подкаст у вас выходит раз в месяц. И, скорее всего, слушают его тоже все не в первый день, а в течение еще следующего месяца. Если вы хотите собрать свою аудиторию, это гораздо будет удобнее сделать через ваш телеграм-канал или инстаграм, или твиттер. Плюс люди, много людей не подписываются на подкаст, даже если слушают его регулярно. Многие те, которые подписываются, они не смотрят уведомления, и у них отключены пуши. Если ты чего-то не видишь в нашем мире перенасыщенным контентом, ты про это не помнишь. Поэтому инстаграм и телеграм — это замечательная платформа, или твиттер, или еще какая-то альтернативная соцсеть, которой вы пользуетесь, для того, чтобы рассказывать про новые выпуски, которые у вас выходят напоминать про подкасты и, собственно, замыкать этот круг. И еще последний супер-бонус. Инстаграм и другие социальные сети — это отличная площадка для дополнительной монетизации. Вы там можете дополнительно продавать рекламу, вы можете напоминать о каких-то своих других продуктах и делать другие всякие разные классные кросс-промо. Соответственно, у всех наших подкастов, я здесь не стала фигачить все скрины, но есть социальные сети. Все вот эти социальные сети, которые у нас есть, у нас есть еще несколько телеграм-каналов, по-моему, три штуки, еще парочку инстаграмов. Мы вырастили с нуля как раз за счет вот этого перебрасывания аудитории из подкастов в социальные сети, из социальных сетей в подкасты и так далее по такому кругу. И теперь, когда мы продаем рекламу, мы продаем рекламу не только в социальных сетях или не только в подкасте, а вообще везде. Если мы публикуем какой-то инфоповод, у нас появляется дополнительный приток аудитории, который вот работает, короче, по кругу. Но это все возможно только, если у вас правильно выстроен вот этот вот клиентский путь, и люди не отваливаются нигде по дороге. И теперь пришло время ваших вопросов, и я готова вам порассказывать вообще все, что вы хотите по поводу любых тем, связанных с продвижением и вообще с подкастами. Поэтому включайтесь, пожалуйста. Спасибо, Кристина. Вы уложились прямо в рекордные 20 минут. Да. Это очень просто. Я просто всегда так делаю. Для меня, чтобы рассказать что-то на 40 минут, я не знаю, сколько мне слайдов нужно. Вот, поэтому, ребята, давайте вопросы. Мне кажется, вопросы всегда интереснее. Тут уже был вопрос по поводу того, можно ли будет где-то скачать презентацию вашу. Я попробую. Презентацию обычно, если не отправляем, но я вам могу какие-то самые важные слайды отправить отдельно, чек-листы. Но если что, ребята, у нас ведется запись, у нас ведется трансляция в Фейсбуке, все это будет потом доступно. Вот здесь вот есть вопрос. Может ли как-то на мое продвижение повлиять моя фамилия Кремер, которая совпадает с фамилией Лики Кремер, студия Либа-Либа. Хорошо это или плохо? Это очень смешно, во-первых. Я думаю, что это скорее хорошо. Ну, то есть я имею в виду, что это может сыграть скорее на руку, наверное, в начале. Вот. Поэтому я бы, ну, как бы это подсвечивала, я бы про это шутила, возможно, а возможно бы про это вообще не шутила. В общем, я не считаю, что это точно плохо. То есть это точно не плохо, а уж как с этим обращаться, это больше по вашим ощущениям. Еще один вопрос есть. Как можно делать оффлайн-эвенты для аудитории подкастов? Мы делали некоторое количество оффлайн-эвентов, просто сейчас они последние полтора года по понятным причинам у нас на стопе, но до этого мы довольно много с этим развлекались. Самый очередный способ — это делать лайв-записи подкаста. Как это выглядит? Вы, например, в своем обычном формате, это может быть там, не знаю, подкаст, если у вас подкаст-интервью, вы приглашаете гостя, если у вас там какая-то дискуссия с соведущим, вы садитесь вместе и записываете все как обычно, только при этом на вас смотрит живая аудитория. То есть это можно организовывать самостоятельно, если это какие-то не очень большие штуки. Обычно, если вход бесплатный, то площадки с большим удовольствием соглашаются предоставить место бесплатно. Либо можно партнериться с какими-то брендами или организациями, которые возьмут эти все орг-вопросы и какие-то финансовые вложения на себя. Соответственно, вы приглашаете аудиторию бесплатно или за деньги и записываете подкаст. Можете как-то с этой аудиторией проинтерактировать, попросить из зала задать вопросы, не знаю, рассказать какие-то истории или еще провести какой-то интерактив. Это работает очень круто как раз для того, чтобы перевести онлайн-комьюнити в оффлайн и очень здорово посмотреть на живые лица людей. Мы делали это и в партнерстве с брендами, и на коммерческой основе, и на некоммерческой основе. И сами организовывали. У нас там в общей сложности было, по-моему, 6 или 7 лайфзаписей разных подкастов. Всегда было очень здорово. Это такой очевидный вариант. Еще мы просто делали какие-то подкастные тусовки. Мы делали подкастный тиндер, где все, кто слушает, делает и просто любит подкасты, могли прийти. Мы давали им бейджики с именами, и там была просто тусовка, все пили, была музыка, все танцевали, был диджей, и знакомились. И вот это было тоже довольно здорово. Если у вас какой-то подкаст на узкую тему или какой-то комьюнити-подкаст, например, подкаст про садоводство, то вы можете организовать свое комьюнити, которое будет не сколько посвящено подкасту, а сколько просто теме, на которой вы это делаете, шоу. Например, собрать всех, кто увлекается садоводством, слушает ваш подкаст, и пойти вместе пересаживать елки. Тоже, по-моему, очень здорово. И такой забавный перевод в оффлайн. Это суперкоротко. Если есть какое-то уточнение к вопросу, то задавайте, тоже порассказываю. У нас здесь еще есть вопрос от Альдеяра по поводу того, как вы создавали подкаст-студию, но я думаю, что это не совсем тема нашей сегодняшней сессии, поэтому я думаю, мы его пропустим. Есть вопрос по поводу того, почему вы считаете, что фото на обложке подкаста — это плохо? Это хороший вопрос. Просто по нашим... Во-первых, сложно фото сделать так, чтобы оно выглядело хорошо на обложке. Обычно при прочих равных иллюстрация выглядит лучше. Это не значит, что фото не надо ставить совсем, но здесь с ним нужно обращаться очень аккуратно, потому что обычно это просто выглядит немножко дешево. Причем прикол в том, что в англоязычном подкасте, на американском рынке, например, фото довольно много. В российском лучше работают иллюстрации. Ну, то есть это как бы up to you, но по опыту обычно иллюстрации работают лучше, чем фотографии. А если вы хотите свое лицо, то его тоже можно как-то обрисовать. Вот. Но это все... Ну, короче, можно сделать нормально, но это сложнее, чем другим путем. Вот так вот. Еще один вопрос про обложку. Как часто ее можно менять? Вот здесь вопрос есть о том, что первая обложка подкаста не понравилась, ее поменяли на более красивую, и через полгода, если ее снова поменяем, это хорошо или плохо? Здесь, опять же, тоже нет такого вопроса, там, хорошо это или плохо. Менять обложку технически можно хоть каждый день, да? Ты заходишь в костинг, ты ее обновляешь, бац, она там. Есть здесь несколько проблемных точек. Первая проблемная точка — это узнаваемость. То есть если у вас есть какая-то уже накопленная аудитория, то она может просто вас с новой обложкой не узнать. То есть надо ей как-то заранее с ней поговорить в социальных сетях. Можно сделать интерактив, где все выбирают, например, обложку и решают, какая лучше. Это очень хорошо всегда работает. Либо там предупредить вообще про новую обложку заранее. То есть нужно об этом подумать с этой стороны. Узнаваемость, чтобы ее не потерять. И пункт номер два — это то, что подкасты — это несовершенная с точки зрения технологии, ну, именно подкаст-приложение вещь. Поэтому старая обложка, она обязательно останется в кэше, который вы не сможете удалить. То есть если вы будете гуглить ваш подкаст, там, не знаю, подкаст, не знаю, йо-моё, то ваша старая обложка всегда будет вылезать. И, скорее всего, она обновится везде не сразу, а где-то может не обновиться совсем. И если вы захотите это решить, то вам придется писать во все поддержки руками. Поэтому, отвечая все-таки на вопрос, обложку менять можно, но прежде чем вы ее меняете, подумайте, ну, типа, зачем это, нужно ли это. И, короче, ну, не нужно менять их просто так для суперфана. Ну, опять же, можно это тоже делать, но просто знайте, что есть здесь какие-то вот негативные стороны, которые я упомянула раньше. Здесь есть вопросы по национальным языкам. Те, кто делает подкасты на национальных языках, казахский, таджикский, узбекский, если описание и био будут написаны латиницей на локальном языке, это нормально или нет? И в целом, как продвигать подкасты на национальном языке, учитывая, что в основном у нас русскоязычные подкасты? Ну, соответственно, нужно сразу определиться, для какой аудитории этот подкаст. Ну, то есть, например, если это подкаст на казахском, то я его в любом случае послушать не могу, и, соответственно, описание не должно быть на русском, если сам подкаст, да, на том языке, который русскоязычная аудитория не поймет. Соответственно, если это подкаст на национальном языке, и название, да, и описание, и вообще все вокруг должно быть на национальном языке. И продвигать его нужно на аудиторию, которая владеет этим языком. Тут, конечно, начинается проблема, что и на русском подкасты слушают, но в целом не так много, как хотелось бы. Что делать с национальным языком? Здесь в первую очередь нужно тогда задумываться не над продвижением своего конкретного, не сколько над продвижением конкретного своего шоу, сколько над тем, чтобы повышать awareness, знания насчет индустрии в целом. Организовывать какие-то ивенты, мероприятия, чаты, комьюнити подкастеров именно на этом национальном языке. Там, не знаю, подкастеры Казахстана, где вот мы, вот эти вот подкастеры, собираемся вместе для того, чтобы в целом рассказать людям, что подкасты существуют, что это за медиум, как их слушать и так далее. То есть это будет первоочередная работа, а не продвижение своего собственного подкаста. Потому что, скорее всего, подкастов сейчас, условно, на казахском очень мало. И если вы делаете хоть более-менее приличный подкаст, то его с ростом аудитории будут слушать. Хотя здесь есть, конечно, конкуренция с русским языком, что я лучше тогда пойду послушаю на русском языке, потому что там больше подкастов, там больше качественных подкастов. Ну вот это вот тоже проблема, с которой нужно что-то делать. Ну, в общем, если резюмировать, опять же, то становитесь амбассадорами жанра, а не амбассадорами подкаста сначала, если вы делаете подкаст на, типа, узкую аудиторию. Вот. А когда мы говорим про национальный язык, это сразу узкая аудитория. Тут ещё был вопрос по поводу того, что вы говорили, что описание и авторы лучше писать на кириллице, на русском языке. Да. Но если язык, допустим, казахский и написание латиницы, то нормально ли писать латиницей? Да. Смотрите, вот все мои про русский язык, это просто поскольку я в основном всё равно учу на, ну, как бы преподаю на русскую аудиторию, поэтому у меня по дефолту я говорю про русский язык. Но на самом деле тут такое правило. Весь, все описания, названия и так далее должны быть на том языке, на котором вы делаете подкаст. Да, и в том, как бы, в той, в том написании, да, то есть если вы пишете в целом, да, в вашей аудитории, на вашем языке, вы, там, пишете на латинице, пишите всё на латинице, да. Если вы, это подкаст на русском, и вы коммуницируете с русской аудиторией, пишите на русском языке. Вот так вот. Так, подкастный тиндер, это гениально, тут признаются вам любви. Спасибо. Супер. Айпери из Кыргызстана спрашивает, насколько важна регулярность выпусков. Здесь вопрос есть про монетизацию, но про монетизацию у нас будет отдельная сессия в 3.30 по Бишкеку. Я думаю, что вот там вы можете послушать и задать все вопросы Саше Поливанову. Он будет про это рассказывать. Вопрос про регулярность выпусков. Насколько она важна? Регулярность выпусков важна. То есть оптимально выпускать, конечно, подкаст раз в неделю, но не так важно, на самом деле, это раз в неделю, раз в две недели, даже раз в месяц. Главное, чтобы это было правда раз в месяц, желательно в один и тот же день, желательно в одно и то же время. Объясню, почему. Подкаст — это тот медиум, который очень плотно вписан в рутину и в компьютер. То есть, например, я, не знаю, мою посуду и слушаю подкаст. Я еду на работу, и каждый четверг включаю вот этот именно подкаст. У довольно большого процента аудитории патент потребления именно такой. Поэтому наша задача с вами как авторов — приучить аудиторию помнить, что наш подкаст есть, и именно вот в этот день и в этот час он выходит, и пусть они его идут и слушают. Потому что если подкаст ваш выходит то в пятницу, то в среду, то раз в неделю, то раз в две, то раз в месяц, то раз в два, то тогда у человека не создается вот этого ощущения, то, что комфортно, что он, она точно получит в определенный день, в определенный час короче, свой кусок эндорфинов. Поэтому регулярность очень важна. Тут есть вопрос про то, что вы говорили о том, что лучше не включать приставку в каст в название подкаста. Тут вот Руслан спрашивает, что у него подкаст о юриспруденции и его профессии адвокат, поэтому название подкаста он придумал адвокастер. Но вести он будет на русском и на казахском. Латиницу применил в связи с переходом с кириллицы. Есть ли в этом проблема? Или стоит изменить название лучше? Ну, например, я понимаю, что если это будет название адвокастер, как оно написано сейчас на латинице, на русском языке его не найдет никто. Потому что первое, что ты будешь писать, это ты будешь писать на русском. Если это подкаст на русском, я еще на русском, я буду писать его на русском языке. Скорее всего, я не буду его там переводить. Плюс там еще есть проблема с буквой си и с буквой кей. И что, поскольку адвокастер это не существующее слово, то, скорее всего, я тоже напишу его неправильно. То есть, на самом деле, в том, чтобы включать слово, там, типа, частичку, каст, название, нет никакой трагедии. Просто это очень популярный прием, заезженный. Поэтому я так не советую делать, потому что так делают все. Соответственно, с этим довольно сложно выделиться. Вот по поводу выделиться. Какие ниши еще более-менее свободные в русскоязычной среде, но более-менее интересные для широкой аудитории? На самом деле, ниши довольно много. Я бы вообще, если честно, не думала бы о нишах, если вы не студия, если у вас нет возможности нанять ведущих, нанять продюсеров и так далее. Потому что, вот даже, вот скажу я вам, что, не знаю, Эльдар, ниша — это бьюти-индустрия. Не знаю, вот нужно обязательно там, и это правда, про бьюти или про моду подкастов вообще нет нормальных. Но вас, как бы, бьюти и, не знаю, бьюти и мода не интересуют вообще. Соответственно, как бы с этим знанием вы ничего не сделаете. Если начнете даже сделать, получится какое-то абсолютно, ну, типа, что-то плоское и неинтересное. Поэтому, если отвечать на вопрос про ниши, то вообще ниши, вот считайте все, считайте, что вот можно делать все, тут просто главное выделяться за счет формата, за счет того, как вы подходите к теме. Если все-таки нужно что-то сказать, то я бы сказала, что еда, бьюти, языки, мода, научпоп, да, то это вот такие ниши, куда вообще можно очень спокойно идти. Но в целом и психология, и отношения, и бизнес, и так далее, это, в общем, поле для экспериментов. Главное — сделать нормально. Вот. Но не думайте об этом с точки зрения ниши, думайте об этом с точки зрения ваших собственных болей и интересов. Тут еще вопросы по видеоподкастам. Вообще, что лучше, аудио или видео? И стоит ли делать видеоверсию подкастов? И если стоит, то в каком формате? То есть это вот прям живая запись или делать просто какую-то анимированную заставку для Ютуба? Сейчас будет очень мое личное мнение, но я не вижу смысла делать анимированную заставку для Ютуба, просто потому что кажется, что это отнимает больше времени, чем приносит прослушивание. То есть органически, опять же, все равно нужно там сделать красивую обложку для Ютуба, все равно там нужно правильно расставить теги, правильно написать вписание, загрузить, выложить, и это занимает время. А прослушивание это принесет, ну там, дай бог, несколько сотен, и то будет хорошо. Поэтому мы анимированной обложкой не делаем. По поводу видеоподкастов, ну типа сами видеоподкасты, это тема как бы классная, но я бы думала об этом не как о подкасте, а как о Ютубе. И занималась бы этим как отдельным проектом. Потому что если снимать и выкладывать, то это должно быть классно снято на нескольких камер и потом как-то классно смонтировано. Это тоже нужно продвигать. Нужно уметь, собственно, писать эти описания, выполнять эти теги, делать красивые обложки, писать названия, правильно выбирать темы и так далее. И это, ну это прям не подкаст, это прям начинается Ютуб. Ютуб это классно, но это прям отдельная сфера, в которой нужно разбираться. Еще вопрос по фидбэкам. Насколько стоит учитывать негативные фидбэки от слушателей, если, допустим, позитивные люди в целом не особо это пишут, но, допустим, пишут в основном негативные. И если из тысячи человек, скажем, что-то не нравится двум, и их слышно, то нужно ли это учитывать? Я бы это учитывала, но учитывала это с осторожностью, потому что, правда, это не очень репрезентативная критика. Во-первых, я бы точно не учитывала то, что сформулировано в агрессивной форме. Например, подкаст «Говно», там, ведущий шепелявит, гори в аду. То есть если, ну, как бы, такие комментарии я бы сразу пропускала бы мимо ушей. Ну, там, за исключением тех, когда, например, написали, что, типа, чувак, или что вы оскорбили, не знаю, таких-то таких, то к этому можно прислушиваться, но, в целом, к оскорблениям просто мимо. Если это критика, но она сформулирована, ну, тактично, понятно и, как бы, адекватно, то я бы задумалась и прислушивалась бы к себе. Если говорят про проблемы со звуком, да, такой, можно послушать, да, ну, правда, проблемы со звуком. Если говорят о том, что там очень долго, ну, да, можно к этому прислушаться. И проводила бы, наверное, как-то аккумулировала бы вот эти вот поинты для размышления и задавала бы, там, делала опросы более широкие как раз в социальных сетях вашего подкаста. Что вашим слушателям кажется? Это так или не так? Нужно что-то менять или нужно что-то менять? Так, тут ещё один вопрос про YouTube. Считаете ли вы подкасты в YouTube подкастами? Я не считаю. Ну, точнее, именно, что каждый может называться, как хочет, но мне кажется, что подкасты на YouTube, они многие даже не выходят на подкаст-площадках. Вот. Поэтому для меня это, типа, YouTube-проекты, которые называются подкасты, потому что это, типа, классное слово. Скоро у нас будут клабхаусы на YouTube, я вам гарантирую. Так, ещё вопрос из Узбекистана, от Камолы. Сколько должна быть длительность каждого эпизода? Есть ли какие-то рекомендации? И если, допустим, подкаст на локальном языке как-то влияет это или нет? Мне кажется, что на локальном языке или нет это не влияет. По поводу длительности, здесь, ну, два совета. Чем короче, чем лучше. Если что-то можно сказать за 10 минут, мне нужно этому посвящать 20, но при этом длительность подкаста, она должна быть всегда примерно в одних рамках. То есть это выглядит странно, когда один эпизод 10 минут, а второй, типа, полтора часа, а потом 40, а потом снова 10. То есть я бы определила для себя какие-то рамки и старалась бы в них держаться. Но здесь главные моменты, о котором стоит помнить, это вот за сколько можно сказать то, что вы хотите сказать. Это скорее на моменте придумывания подкаста. Почему вот то, что вы делаете, должно быть именно 40 минут или час, или там полтора часа, или 10 минут? Как это обусловлено? Потому что в подкасте вашем все должно быть, ну, все решения творческие, они должны быть, собственно, вот этими творческими решениями и обусловлены. Мне кажется, что... Это точка запятой. Мне лично кажется, что сейчас самый такой идеальный формат это 20-25 минут, потому что его люди довольно легко включают и дослушивают до конца. Плюс это как раз вписывается примерно в любой комьюнт. Вот в любое там поездку на работу, не знаю, помывку посуды. Это там укладывается в эти 25 минут, а в час уже может и не уложиться. Вот. Поэтому лучше пусть они послушают два выпуска по 25, чем недослушают один на 50. Сюда же вопрос по поводу того, сколько должно быть эпизодов в одном сезоне. Мне кажется, это абсолютно неважно. У нас есть сезоны по 70 эпизодов. У нас есть сезоны по 6 эпизодов. Сезоны придуманы для того, чтобы подкастер мог уйти на отдых, в отпуск. И типа я не типа бросил подкаст, а типа этот сезон закончился, я пошел отдыхать. Вот зачем это в большинстве случаев нужно. Ну и плюс это нужно для коммерческих подкастов, для того, чтобы у нас была какая-то точка, где мы считаем, получилось-не получилось, считаем KPI, и потом просим еще денег. Вот примерно для этих целей нужны сезоны. Еще есть вопрос. Если был приглашен интересный гость, который не хочет раскрывать свое инкогнито, то как его лучше раскрыть, если приходится изменить голос или заменить голос роботом? Имеется в виду, что уровень доверия к таким гостям падает, и это немножко усложняет работу. Во-первых, я бы постаралась объяснить человеку, что по голосу очень сложно обычно узнать, если это не человек, который прям в аудиоформате часто выступает. И попробовала все-таки договориться так, чтобы голос не пришлось менять. То есть мы можем не называть имя, фамилию, не давать ссылку на Facebook, но давайте голос оставим. Если голос приходится менять, то мне не кажется, что это суперснижает уровень доверия, это смотря как падать. Если вы прям скажете очень загадочно, что нам пришлось изменить голос этого человека, чтобы никто не понял, с кем мы разговариваем, потому что это невероятно эксклюзивная информация, которая может повредить его жизни и здоровью. То есть это наоборот как бы добавляет какого-то саскинца прикола. Но голос робота будет сложно долго слушать, поэтому если вам прям нужно, если вы делаете какой-то совсем синтетический голос, то будьте с этим осторожны, потому что просто человек устанет, и я бы делала врезки не больше, чем там на 2-3 минуты, и потом перебивка, а потом может быть еще одна или две врезки, но это точно не часовой подкаст. Ребят, у нас осталось 15 минут на ответах. Если у кого-то еще есть вопросы, пишите в чат. У меня пока вопрос по соцсетям. Собственно, как вести социальные сети, странички подкаста? Нужно ли делать какой-то отдельный контент, скажем, для странички в Инстаграме, или можно просто анонсировать выпуски? Или прям вот нужно заморочиться и вести Инстаграм как отдельный проект? Несколько есть соображений у меня на этот счет, которые я даже выписал на себе. Вообще, один из самых распространенных вопросов, которые связаны с своим, собственно, это какие социальные сети у подкастов заводить. Совет номер один. Заводите те, опять же, если вы частное лицо, если вы не компания, и вы не можете это, например, делегировать, нанять отдельного СММщика, тогда тут другой разговор. Если вот есть я, там, Наташа, заводите те соцсети, которые вы пользуетесь сами. Например, если вы не пользуетесь никогда Твиттером, ну такие, ну блин, Твиттер должен быть, скорее всего ничего у вас не получится. То есть если вы, не знаю, активная пользовательница Инстаграма, заводите Инстаграм. Из этого вытекает вопрос. Мне создавать отдельную страничку, там, в Телеграме, или в Инстаграме, или в Твиттере, или мне подвязывать это к личному аккаунту. Если у вас есть ресурсы, прямо ресурсы, сделать контент-план, делать регулярный, там, независимый постинг в профайлы подкаста, что как бы отдельная практически порт-тем работа, то заведите отдельно. Если вы понимаете, что у вас нет времени, нет ресурсов, подключайте это к своим личным социальным сетям. Скорее всего, если вы будете, ну как бы выкладывать анонсы, это уже неплохо. Но, скорее всего, людям будет не очень интересно подписываться просто на анонсы. Поэтому здесь может быть два типа контента. Контент про ваш подкаст. Это может быть писан личный аккаунт, если вы, например, блогер про здоровый образ жизни, и у вас подкаст про здоровый образ жизни, и вы еще выкладываете дополнительный контент из подкаста в свои социальные сети, он тоже про здоровый образ жизни. Это работает супер. А если вы просто Наташа, не знаю, подкаст у вас про здоровый образ жизни, там, или, не знаю, про психологию, но в самом как бы, ну, а сам аккаунт вообще никак не связан с психологией, то можно делать отдельные, отдельные социальные сети, и там выкладывать именно только экспертный контент. Что это может быть? Это может быть чек-листы, всякие, не знаю, подборки, всякие игровые механики, например, там, подборка лучших завтраков, мест для завтраков в Копенгагене, там, 10 способов понять, что мой партнер-абьюзер, не знаю, бушит бинго, там, не знаю, бушит бинго по подкастам, да, то есть можно придумывать всякие разные штуки, я бы прямо думала об этом именно как о контент-плане, что у нас есть, там, день постинга, это, не знаю, понедельник, среда, пятница, у нас есть какие-то рубрики, писать это все заранее, прям заранее выкладывать. Если это личные соцсети, то нужно не забывать рассказывать, там, про свою жизнь и делиться всякими, там, не знаю, классными ежедневными моментами, но, опять же, делать это не с точки зрения, там, вот цветочек, вот горшочек, вот я, и так далее, а рассказывать какие-то истории, чтобы это было, типа, связано между собой, потому что это повышает охваты, на высоких охватах, люди лучше слушают ваши подкасты, вот, соответственно, любые анонсы нужно выкладывать не просто так, а гораздо лучше работать, когда вы подвязываете к своей личной жизни, например, вот цветочек, и вот я о чем подумала, очень глубокая мысль, а больше об этой мысли вот в этом подкасте, а вот снова цветочек, и я снова о чем-то подумала, вот это работает лучше. Спасибо. Пока у нас нет вопросов от участников, я позадаю свои вопросы. Давай, супер. Вы говорили про клиентский путь от подкаста в приложении до социальных сетей и обратно к подкастам. Как его правильно и лучше выстроить, чтобы клиенты, собственно, не терялись где-то по дороге? Ну, смотри, да, то есть если у нас все нормально с оформлением, то мы достигли главной цели, это человек включил подкаст и не выключил его через 30 секунд. Это уже успех. Дальше нам нужно сказать, что дальше у нас есть там сложный шаг номер там 14, это перевести человека из подкаста в социальные сети, да, для того, чтобы потом из социальных сетей перевести его в обратный подкаст. Как это сделать? Ну, во-первых, шаг номер один, про который вообще все забывают, это рассказать, что в целом эти социальные сети существуют, да, потому что многие этого не делают, но при этом ожидают, не дают ссылки, не говорят, что они существуют, но при этом ожидают, что они как-то найдутся. Сказать, что есть социальные сети. Дальше еще один важный пункт, это рассказать про пользу, не свою от того, что вы подпишетесь, потому что моя польза, понятно, типа подпишитесь, у меня будет больше подписчиков, я буду больше, не знаю, как бы, самый модный из всех своих подружек, и еще потом на вас заработаю. Это, как бы, это не надо никому знать, это и так понятно. Нужно рассказать про пользу, например, подпишитесь на меня в Инстаграме, я там выкладываю, не знаю, подборку завтрака, лучших завтраков в Копенгагене, и вы сможете там их посмотреть. Или подпишитесь на меня в Телеграме, там будет кусочек, суперсекретный, эксклюзивный кусочек, который не вошел в выпуск, и который мне неловко выкладывать в основной подкаст. Или это может быть не только практическая выгода, это может быть эмоциональная выгода в том числе для слушателя. Например, подпишитесь на меня в Инстаграме, вы меня дико порадуете, потому что я всегда мечтала, чтобы у меня было тысяча подписчиков. Это тоже, что поможет нам их туда привлечь. И дальше нам нужно сделать так, чтобы вот тот эмоциональный посыл, который мы зарядили, его хватило для того, чтобы человек перешел. И для этого нам нужно правильно обойтись ссылками и соцсетями. Во-первых, и в описании подкаста должны быть ссылки. Напоминаю, что ссылки в описании именно самого подкаста, они не кликабельные, поэтому они там должны быть написаны через собачку, чтобы их можно было легко просто посмотреть и руками вести. Ссылки в описании подкаста, самого выпуска, они должны быть и прописаны как собачка, и кликабельные, чтобы человек мог просто кликнуть и перейти сразу. что плюс эти все ссылки должны быть проговорены голосом. Но здесь есть такой твист, что для того, чтобы их суметь с голоса списать, это как с названием, они должны быть коротко сформулированы так, чтобы не переврать. Потому что, например, их нужно правильно произносить. Например, к тебе, нижнее подчеркивание, ко мне, через собачку в Инстаграме и так далее. Потому что если это что-то сложно сочиненное, человек может попробовать раз-два, перейти в описание, там нет, и забить. Поэтому нужно обязательно проследить, чтобы все вот эти ссылки и микромоменты, они работали, ссылки были кликабельные и правильно назывались через, типа легко назывались через рот. У нас есть вопросы, Варочку. После скольких выпусков уже можно предлагать кросс-прома СМИ и другим подкастам? Тут важный момент, что кросс-прома СМИ мы не предлагаем, потому что обычно СМИ, ну, типа для того, чтобы предложить кросс-прома СМИ, у вас должна быть примерно одинакового размера аудитория. Потому что кросс-прома — это как раз про равноценный обмен. У меня, типа, 10 тысяч, у тебя 10 тысяч, да, и давай я про тебя расскажу, а ты про меня, и у нас, типа, там прибавится по тысяче. Вот. Вот это я просто такой момент. После скольких выпусков? Ну, опять же, да, возвращаясь к моему предыдущему ответу, у вас должно быть что предложить. То есть это можно заниматься и через, там, и через два выпуска, и через один, и через три, но у вас должно быть полностью оформлено, ну, типа, настроено весь этот клиентский путь и оформление, потому что иначе мы помним, что люди сольются. У вас должен быть достаточно классный подкаст, чтобы мы, там, типа, чтобы вы послушали, здорово, мне нравится, что я делаю, поэтому остальным понравится. Третий пункт, что все-таки это, наверное, не один выпуск, потому что один выпуск какой-то, какая-то конкретная тема может слушателям и не зайти, и у них должен быть какой-то выбор. И С — у вас должна быть какая-то аудитория, которую вы можете обменять. Но на самом деле это может быть и стоя 200-500 человек, просто вам тогда нужно найти подкасты примерно с такой же аудиторией, как у вас. Соответственно, 100-200-500 человек, и там поменяться этими людьми. Ну, то есть нет какого-то фиксированного количества выпусков. Если нужно, хочется какой-то конкретный ответ, я бы задумывалась об этом после, там, не знаю, 7-10 выпусков, наверное, где-то так. Есть еще вопрос вам, как владелица подкаст-студии. Какие данные интересуют, в первую очередь, рекламодателей, и используются ли вы юнит-экономику в управлении подкастами? — Какие данные интересуют? Интересует пол, география, в целом интересует тематика подкаста, интересует возраст, интересует... Ну, то есть все стандартные данные, которые можно представить. Интересует, чем больше, тем лучше, на самом деле. Там, мы представляем еще какие-то портреты более широкие, серийными продуктами пользуются, там, слушатели того или иного подкаста и так далее. Ну, вот, наверное, география, возраст и пол — это самые приоритетные. Используются ли вы юнит-экономику в управлении подкастами? Не очень, если честно, понимаю, что, значит, юнит-экономика в управлении подкастами. Могу как-то ответить, вы потом можете раскрыть. Но если мы говорим про рекламу, то все-таки реклама в подкастах — это во многом имиджевая история. Это не про переходы по ссылкам, это не про копию прямо сейчас, черная пятница, заканчивается завтра, галоши со скидкой 30%. Это про то, чтобы рассказать про ценности бренда, распораживать, в принципе, что этот бренд существует, такой поднять, как говорится, бренд awareness. Эффективность рекламных кампаний можно считать, это делается во многом через, например, можно классно считать через промокоды. Но для этого тоже эти промокоды нужно уметь правильно называть и правильно делать. Поэтому мы не считаем за бренд, насколько была эта компания конкретно для него эффективна или нет, потому что во многом это имиджевые компании, их невозможно посчитать, на самом деле, эффективность. Но мы предоставляем всю статистику, и мы гарантируем определенный KPI. Вот такой ответ. Так, тут есть еще вопрос, насколько хороша идея вести подкаст в формате аудио-видео дневника. Александр, у нас в 14.30 в комнате для начинающих будет отдельная сессия по форматам. Я думаю, что вам стоит послушать и задать свои вопросы туда. Как развивать через подкаст личный бренд? Слышала о том, что можно искать тематические группы блогеров, но вот где и как их искать, я так не нашел. Тематические группы, ищите сообщество в Фейсбуке, ищите сообщество в Инстаграме. Эти тематические группы есть, например, там группа садоводов, менеджеры, не знаю, музыкантов, просто комьюнити, типа женский комьюнити, женский дизайн комьюнити. То есть на, короче, каждый приполок есть обязательно какой-то комьюнити. Это может быть Фейсбук, это может быть ВКонтакте, это может быть Инстаграм, это могут быть такие чаты в Телеграме. Если вы найдете, вы можете просто вбивать туда ключевые слова, вы можете порасспрашивать людей, которым в этом разбираются, скорее всего, они знают. А вы найдете одно, найдете все остальные, потому что и в Инстаграме, и в Фейсбуке есть подписаться на похожие. У нас осталось совсем мало времени, давайте быстренько пройдемся по оставшимся вопросам. Здесь есть вопрос, кому можно предлагать рекламу в подкасте, кого она может заинтересовать. У нас, по-моему, будет сессия по монетизации, я думаю, что этот вопрос лучше задать туда. В вопросе про юнит-экономику имелось в виду оценка стоимости производства каждого выпуска и примерно оценка отдачи от этого же выпуска, не только финансовая. Ну, я знаю, сколько стоит каждый выпуск, да. Ну, то есть мы не читаем юнит-экономику, потому что там довольно, ну, там с точки зрения денег все довольно просто, да. И у нас довольно классно уже на рекламе в подкастах зарабатываем на всех выпусках, потому что у нас в последнее время во все выпуски выкуплены рекламы далеко вперед. Вот. А не обязательно, вот не финансовую отдачу выпуска, то есть она определенно есть и большая, но посчитать ее довольно сложно. То есть просто как там, не знаю, как мне посчитать то, что кто-то послушал, например, выпуск подкаста, который я веду, и это какой-нибудь там, не знаю, директор по маркетингу какой-то компании, который через полгода после того, как он послушал, вспомнил, что я существую, и заказал у нас подкаст типа на 10 миллионов рублей. Ну, то есть тут такое сложно посчитать, поэтому мы не считаем, но сколько все стоит, знаем. И последний вопрос. Берете ли вы к сотрудничеству подкасты? Прямо сейчас мы не берем, но можно рассказать, если у вас подкаст, который слушает больше 50 тысяч человек на каждый выпуск, то вы можете написать нам на почту info.talk.me и рассказать про него, мы его послушаем, и если он подойдет к остальным подкастам в нашем портфеле, то мы можем подумать, как мы можем посотрудничать и помочь вам его монетизировать и улучшить. Вот. Какой ответ. Класс. Кристина, спасибо большое за крутую сессию. Было очень круто, было очень интересно. Сейчас у нас перерыв на 10 минут на то, чтобы попить чай-кофе. Пожалуйста, вам нужно будет, у нас немножко технические моменты, и вам нужно будет выйти из этой сессии Zoom и зайти заново через 10 минут. Возвращайтесь по той же ссылке. Через 10 минут у нас начнется сессия по аналитическим Рэйчел Хамфрис, соведущая и продюсер ежедневного подкаста The Guardian Today in Focus. Сессия будет проходить на английском языке с синхронным переводом, поэтому, чтобы перевод был доступен для всех, убедитесь, что у вас Zoom обновлен до последней версии. Все, всем спасибо большое. Спасибо отдельное, Кристина. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok